Здравствуйте! Представляем котел варочный на 100 литров. С мешалкой для заварного теста. Крышки разбираются на две половинки. Котел с люком обслуживания для выруски заварного теста, с редуктором на опрокидывание, с пультом управления. У нас здесь люк для выруски теста, мешалка с турпластовыми хребками, разбираем барашки, убираем люк и выруска теста. Котел переворачивается редуктором, выгружается в тару. На пульте стоит сетевая кнопка, не будет воды, загорится авария. Котел водяной, мощность получается 10 кВт. Здесь у нас стоит группа безопасности, заливочная воронка, краник и уровня. Краник нижний и средний, пробка слива. Это значит заливаем сюда воду, пока не пойдет снижение краник. Это краник средний для воды. Это значит группа безопасности, вакуумный клапан и аварийный клапан. По кемке задаем верхний предел и нижний предел. То есть нижний предел 0,2 а верхний 0,4. То есть регулируем стрелками его. Так, включаем сетевую кнопку и включаем нагрев. Все идет нагрев. И проверим, мешалку. Задается параметры терморегулятором. В доходе до верхнего предела заданного, включается верхний уровень, отключается котел в инерции, потом падает по гистерезу на 2 градуса, включается в нагрев опять. Мешалка у нас реверсная в одну сторону и в другую. Регулируется резистором с пульта управления. Либо быстрее, либо медленнее. Либо в другую сторону. Пока закроем люк. Все, так, все тут герметично. Все, так, и у нас, значит, он работает над лампом соединения и мешалка. То есть разбираем соединение, откидываем мешалку в сторону. Для удобства работает. То есть откинули рамку, тащили мешалку, помыли котел и опустили рамку назад. Ну все, котел готов к работе.